В регионе продолжается перечисление социальных выплат за декабрь-ноябрь 2016 года. Речь идет о тех, кто получает деньги на почте, в частности, в селах округа. Согласно новому графику, согласованному с Почтой России, сегодня денежные средства будут доставлены в Харивер и Харуту. Далее остальные населенные пункты. Последними в графике стоят Бугрино, Шойна и Чижа. Туда социальные выплаты будут доставлены 7 февраля. Традиционно в начале года окружной бюджет испытывает трудности. Расходы, как правило, превышают доходы. Несмотря на дефицит финансов, почти 90% поступивших в бюджет округа январских доходов направлены на обеспечение гарантий гражданам. 20 января удалось закрыть задолженность за ноябрь. Это социальные выплаты по ипотечным кредитам, монетизация ЖКУ ветеранам труда, субсидия ЖКУ и другие. Также перечислено ежемесячное пособие на ребенка за декабрь. Сегодня работа направлена на выплату денежных средств в населенные пункты. Для этого подключили Почту России и банковские карты. При наличии банковской карты у получателя Межсоцподдержки он получает либо в день перечисления, либо на следующий день. Это не связано уже с работой Почты и авиаотряда по перевозке этих денег для получения их через Почту. Но вот эти сроки, которые были озвучены, они как раз еще и в том числе зависят от погодных условий. Если авиаотряд вовремя выполнит рейсы, то тогда в эти сроки средства будут доставлены. Чтобы закрыть задолженность по социальным выплатам перед жителями, администрация региона взяла казначейский кредит в сумме 980 миллионов рублей. Это позволило начать выплаты по социальным пособиям за декабрь. На эти цели уже израсходовано более 130 миллионов рублей. Также окружную поддержку получили организации и предприниматели. За последний месяц 2016 года получили субсидии производители молока и хлеба. Выплаты по электроэнергии сельхозпроизводителям за декабрь оплачены. И за октябрь, ноябрь, декабрь транспортировка продовольственных товаров в сельские населенные пункты. За ноябрь, декабрь оплачены недополученные доходы по автотранспортному предприятию. За прошедшую неделю также основными направлениями расходования бюджетных средств стали учреждения образования, культуры и спорта – почти 38 миллионов рублей. Организации здравоохранения – 35,5 миллионов рублей. На сегодня государственный долг Ненецкого округа составляет 4 миллиарда 580 миллионов рублей.